Здравствуйте, уважаемые ульяновцы и гости нашего региона. Сегодня расскажу последние новости о ситуации с обманутыми дольщиками на территории Ульяновской области. Этот вопрос продолжает оставаться одним из самых острых и сложных, как для самих дольщиков, так и для региона в целом. Вероятно, поэтому ситуация обрастает слухами и домыслами, а некие нечистоплотные граждане пытаются спекулировать на теме, чтобы заработать политические очки накануне выборов в Городскую Думу. Однако верить нужно только официальной информации, а не слухам и домыслам. Что касается последних новостей по ситуации с участниками долевого строительства, информация снова хорошая. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на днях посетил проблемные дома Заволжского района, в микрорайонах Волжские кварталы и Центральный. В рамках встречи обсудили план по достройке объектов. Сергей Морозов считает, что большинство домов нужно сдать в 2021 году. Это дома номер 44, 45, 46, 47 и 48 в микрорайоне Волжские кварталы, а также дом номер 19 в микрорайоне Центральный, который имеет наиболее высокую степень готовности. Дом номер 20 в микрорайоне Центральный, по словам Сергея Морозова, нужно сдать в 2022 году. Во время объезда квартала глава региона обратил внимание городских властей на неудовлетворительное содержание территорий возле жилых домов. Управляющие компании работают недостаточно, в том числе в новых микрорайонах. В ближайшее время Сергей Морозов намерен обсудить выстраивание эффективной системы содержания города. На достройку шести домов в Заволжском районе в 2021 году Ульяновской области потребуется выделить около 154 миллионов рублей. В ближайшее время состоится комиссия по бюджетным проектировкам. По словам Сергея Морозова, средства, которые будут заложены на решение проблем обманутых дольщиков, должны быть защищенной строкой в бюджете. Таким образом, в следующем году еще около 500 семей смогут получить ключи от своих квартир. В ходе объезда квартала Сергей Морозов еще раз поднял тему по дому номер 35 в микрорайоне Запад-1. Глава региона подчеркнул, что работы надо начать как можно быстрее. В ближайшее время Сергей Морозов приведет комиссию, чтобы выделить с опережением графика первую часть средств в размере 10 миллионов рублей из 93 миллионов, которые будут направлены на решение этого вопроса. Всего в 2020 году планируется направить порядка 30 миллионов рублей на этот объект. Остальное финансирование запланировано на 2021 год. Сейчас достраиваются еще три дома в микрорайоне Запад-1, чтобы еще 300 семей получили ключи от своих квартир. В начале осени будет сдан дом номер 31. Благодаря тому, что 93 миллиона рублей выделено из бюджета на решение ситуации, сейчас уже начались работы по достройке домов номер 37 и 46, которые ведут в эксплуатацию до конца 2020 года. Губернатор Сергей Морозов поручил к октябрю сформировать комплексную программу решения проблем долевого строительства до 2022 года. Кроме того, регион продолжает работать с фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства по решению вопросов проблемных домов, застройщики которых признаны банкротами. Еще один важный вопрос, который находится на личном контроле губернатора, это оказание мер социальной поддержки обманутым дольщикам. Также продолжает работу горячая линия для обманутых дольщиков, обратиться на которую можно по телефону 411945 и 310252 с понедельника по субботу включительно с 8 до 18.00. Ульяновская область продолжает помогать обманутым дольщикам. Нет никаких оснований сомневаться в этом. Пожалуйста, будьте бдительны и не поддавайтесь на политические провокации людей, цель которых просто навести панику, пошуметь и заработать очки перед выборами на страхах и запугивании, а также на негативе. Региональные власти губернатор Ульяновской области, в частности, делают все возможное, чтобы обманутые дольщики как можно быстрее смогли получить ключи от своих квартир. Уважаемые ульяновцы, никогда не паникуйте, не поддавайтесь на провокации и доверяйте только проверенным источникам информации.